Стихийная торговля здесь образовалась в лихие 90-е, когда лишних вопросов никто не задавал. Тем не менее, местные жители не раз обращались в районную администрацию с просьбой убрать торговые ряды. Недовольство вызывали грязь, антисанитария и отсутствие благоустройства. Также местные жители жалуются, рынок уже вплотную приблизился к жилым домам и детской площадке, что во дворе. «Мы всегда были за то, чтобы рынок отсюда убирали. У нас житья от этого рынка нет. Потому что подъезжают машины вот сюда, разгружаются. И вообще у нас тут, знаете, как вот этот шоссе. Когда мы высказываем этим шоферам, они говорят, убейте рынок, мы сюда вообще приезжать не будем». Кроме того, собственники незаконных ларьков самовольно подключаются к электросетям. К тому же, налоги в бюджет предприниматели за свою деятельность не платят. Попытки ликвидировать нелегальный рынок предпринимались неоднократно. Но убирали только отдельные киоски. В начале года глава администрации Самары Олег Фурсов взял ситуацию под личный контроль и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать все незаконные объекты на Пугачевском тракте. «После того, как мы вывезем отсюда все незаконное, что стоит, потом будет немножко приведено в порядок. И, соответственно, эти места для пенсионеров, которые выращивают овощи и фрукты на своих садово-дачных участках, такие места также будут предусмотрены и в будущем здесь, на этом месте». Сейчас в Самаре выстроена системная работа по наведению порядка в сфере торговли. С Пугачевского тракта уже вывезено 14 незаконных киосков. В ближайшее время уберут еще 70. Демонтируют торговые объекты совместно с департаментом потреб рынка, районной администрацией, полицией и судебными приставами, так как незаконно установленные ларьки самостоятельно хозяева так и не вывезли. «Вынесено решение Кужского района суда, где в обязанности должника входит демонтаж самовольно установленных павильонов в Кужском районе. В связи с тем, что они не исполняли длительное время, данная обязанность возложена на департамент потребительского рынка администрации городского округа Самара. В настоящее время департамент своими силами осуществляет снос самовольно установленных павильонов». Теперь хозяевам ларьков придется и оплатить расходы на их транспортировку. Что касается освободившейся территории, её планируют благоустроить. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.